Первого снежного во всем свете отзначили день братьбы соснида. Это хвороба, которую нельзя вылечить. Тому специалисты отводят важную роль в профилактации захворывания. Массовое информование насильства дает свои выники. За прошлый год в Брестском районе не было выявлено ни одного выпадка ВИШ-инфекции. Для областного же центра эта проблема по-ранейшим застается актуальной. На первые дни первого снежного головно-санитарного урожа Бреста и района Енаць Радшенко запросил на сустрешу школьников, которые удельничали в тематичном огляде конкурса малюнков и плакатов. Тема размоза актуальная, профилактика ВИЧ и СНИД. Головно-санитарный урож отзначил полепшение ситуации в районе. Ни одного выпадка ВИШ-инфекции. И на дворот. Рост захворываний у Бреста. 12 человек в этом году. Преобладает на сегодняшний день половой путь передачи. То есть можно сказать, что ВИЧ-инфекция переходит от групп риска, но в целом идет в население. Поэтому сегодня очень важно проводить информационную работу, работать со всем населением. И в первую очередь по предупреждению полового пути передачи. До дня боротьбы со СНИДом в ушних городских и сельских школ малевали тематичные плакаты. Это так само у ней кой ступени профилактичная работа. За мостатскую передачу в образы пандемии удельникам вручили памятные дипломы. Праца Вольги Догун стала лепшая сирот удельников со школ Бреста. Пришла идея в голову как-то, ну не знаю, спонтанно, что яйцо – это жизнь, а уш – змея. Это спид, который поражает вот это потомство. СНИД хворобы информационного стагодия. На жаль, многие до этого часу погоржают широким доступом до информации, коштом своего здоровья и життя. Катерина Булатецкая, Миколай Ковалев, областные новины, Брест.